Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики нашего канала. Сегодня с нами Марина. Делаем сегодня расклад, интересное видео. Очень важное и практичное видео. Каждый из него может почерпнуть информацию. Таких частей будет несколько. Раньше на канале мы такие вещи не озвучивали. Видео называется «Законы денег. Часть третья». Сегодня будем говорить о финансах, что мешает, зарабатывает. Итак, первый вопрос. Обиды блокируют поступление денег в нашу жизнь? Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, зрители. Постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну, конечно же, обиды мешают. Мешают. И мешают не только поступлению денег, а вообще просто даже к вашему денежному потоку. По вашей программе, которой у вас должна быть деньги, например, если вы сильно на что-то обижаете, они не могут вам поступить. По кубкам это даже и видно. Как раз, как получается, отказ. Вы сами же себя и блокируете, понимаете, для поступления денежного потока в вашу жизнь. Вы сами себя и блокируете. Вот так могу ответить. Зависть блокирует деньги? Создает блок у человека в программе? Ну, зависть не только блокирует. Зависть вообще даже и мешает дальше развиваться. Не только блоку денежного потока, а вообще просто в жизни в целом. Месть, эмоции с низкими вибрациями. Как на деньги влияют? Могу сказать, даже вот по первой карте. Месть, конечно, вообще мешает двигаться даже вперед. Вообще вы выбираете неправильный путь при мести. Месть вообще не надо никому мстить. Нужно самим просто брать и развиваться по карте влюблённым, да, и сила. У вас, в принципе, есть набраться себе сил, проработать эту месть и выйти вообще на другую программу, когда вам будет эта месть не нужна. Можно даже так сказать. Карты говорят, не нужна месть, нужно прорабатывать её. Любить, сопереживать. Это повышает вибрации человека. Это помогает зарабатывать? То есть когда ты в таком состоянии находишь любовь, сопереживание другим людям и так далее. Посмотрите, когда вы любите. Смотрите, получается, как десятка пентаклей. Развитие, Верховная Жрица. Ну, конечно, есть ещё и, скажем так. Ну, имеется в виду вопрос не просто ты любишь своего любимого или любимого, а вообще другим людям. То есть ты с любовью относишься. Ну, вообще просто с любовью относиться. Это я поняла ваш вопрос. Не только когда вы любите, вы, наоборот, готовы делиться не только деньгами материальными, но и духовными. Видите, получается, как бы больше как духовное. Понимаете? Если вы готовы делиться материально, значит, вы больше развиваетесь духовным. Или вы готовы делиться духовным. У вас больше получается материального. Но также вы должны отказаться от каких-то пороков. Понимаете, чтобы вот этим делиться, вы должны отказаться от чего-то, понимаете, в пользу. То есть проработать человеческие пороки, блоки вот эти, да? Да, проработка. Вот видите, когда вы прорабатываете, тогда у вас начинаются и деньги, и духовный развитие. Ну, то есть, грубо говоря, вот есть некая энергетическая как бы ёмкость. То есть, если она занимается негативными мыслями, завистью, ненавистью, обидами, злостью и так далее. Чтобы туда пришла любовь, надо это всё проработать, чтобы это оттуда ушло и заполнено совершенно другой энергией. Совершенно верно. Ну, поскольку здесь два, наверное, вопроса состояло, наверное, сопереживание как-то влияет на заработок, когда ты другим людям сопереживаешься, когда у кому-то плохо, там, ты в его положение входишь, там, пытаешься, там, его успокоить, там, даже, может быть, словом помочь. Вот это сопереживание как-то влияет на свой заработок? Извините, что я перебила. Сопереживание тоже бывает разным. Как оно влияет на денежный поток? Можно сказать, так же двояко. Почему? Потому что сопереживать в чём? Сопереживать можно в разном. Кто-то в здоровье, кто-то у кого-то денег нет, у кого-то там семья рушится, да, у кого-то знаний не получается. В чём сопереживать? Если грамотно, в принципе, грамотно распоряжаться даже сопереживанием своим, но это, скорее всего, больше как развитие идёт, понимаете, оно не мешает деньгам, сопереживание. Сопереживание — это, вот видите, глаза закрыты. На что закрыты у вас глаза? Нужно конкретно знать ситуацию. А если вы сопереживаете, в принципе, как, понимаете, и помогаете, вот посопереживали и помогли, то тогда вы, наоборот, открываете какие-то дороги, себе дорогу к деньгам. Мы же сейчас про деньги говорим, да, значит, вы, в принципе, можете открыть эту дорогу своим переживанием, но вы должны помогать людям открыть на что-то глаза, проработать себя так же. И когда вы это делаете, вы открываете, наоборот, дорогу даже. В чём сопереживать? У всех оно проиграется по-разному. Здесь нет конкретного ответа. Ну да. Почему надо знать, это галико, понимать, но раз под каждую ситуацию можно подобрать расшифровку этих карт. Ну, люди всё равно всё понимают, что сопереживаешь, помогаешь, как бы, это всегда на пользу идёт. Это идёт на пользу. Ненависть блокирует деньги. Её нужно прорабатывать. Ну, ненависть, конечно же, нужно однозначно прорабатывать, потому что ненависть вообще не будет вам давать никаких результатов, понимаете. У вас все доходы будут меркнуть, потому что вы ненавидите, что вы также ненавидите. Вы тоже должны проработать эту ненависть по карте суда, значит, вы её должны проработать однозначно. Когда вы её тоже прорабатываете, вы, в принципе, туда допускаете какой-то поток денежный, полную чашу в свою жизнь. Может быть, даже это и знание, и деньги. Видите, голод может денежку. Значит, вы впускаете, прорабатываете ненависть по суду. Это значит, скорее всего, это, возможно, какие-то медитативные планы могут помочь вам избавиться от этого, чтобы у вас было в жизни как раз полная гармония и достаток. Уныние блокирует деньги, если человек всё время в скуке находится, нет интереса и так далее. Спасибо. Жизнь. Вообще, да, к жизни там. Это вообще как бы многолика, видите, многогранно. Ну, конкретизируем тогда, если сейчас что-то. Смотрим-ка информацию. Ну, видите, уныние, да, уныние в чём? Уныние может быть тоже быть разным. Видишь, как я и сказала. Здесь и тройка жезлов получается, так как нерешительность такая, да, вот нет такой решительности, каким-то определённым действием, да. А с другой стороны, если вы, в принципе, ну, уныние просто что-то переживаете, у вас, в принципе, может открыться путь. А если вы просто унываете, расстроены чем-то, ну, конечно, он будет блокировать, если вы будете унывать просто, ну, тоже многогранно, понимаете. Ну, да, то есть вот в жизни, когда там ничего не интересно, там человек ноет постоянно, вот. Ну, конечно же, он не будет, конечно же, это не в его пользу. Это, конечно, нужно уныние прорабатывать желание в жизнь, и наоборот, чтобы захотелось что-то действовать. Любое действие занесётся с собой, конечно, какие-то результаты приносит. Если вы действуете, у вас с положительной точки зрения проработали всё себя, у вас, конечно же, денежный поток увеличится. А если ничего не делать, то, соответственно, нет. Чувство вины блокирует деньги? То есть нужно отпустить это всё проработать? Видите, чувство вины, конечно же, видите, Пентакли. Чувство вины – это вообще страшная вещь, когда человек в чём-то кого-то винит. Вообще чувство вины – это очень плохое чувство, которое есть. Нельзя никого не винить, ни себя, ни природу, ни какого-то конкретного человека. Ненависть вообще не пускает в жизнь деньги, поэтому её нужно однозначно прорабатывать. И когда вы эту ненависть прорабатываете, у вас просто, понимаете, поток идёт совершенно… Жизнь может по-другому даже начаться, не только денежный поток, когда вы именно проработаете ненависть. Вы просто можете свою жизнь на голову перевернуть, понимаете? Два вообще разницы в жизни, где разные судьбы могут быть. Вот что такое ненависть. Как ненависть тормозить человека? Да, это очень важные моменты. Большинство людей ещё это не понимает. Мы специально часто на этом делаем акценты. И в прошлых видео о злости говорили. Злость блокирует тоже, да. Вот эта агрессия, гнев, гордыня. То есть об этом мы говорим постоянно на канале. Но просто кто уже будет это видео просматривать, чтобы в комплексе было понимание. То есть вот эти внутренние человеческие пороки, блоки, негативные программы, по-разному их можете называть, негативные черты характера. Многие даже на них не обращают внимания. Их надо отрабатывать. Вот сейчас можно даже вот ещё раз разложить. Наши медитативные планы, которые мы вот людям даём, современные, которые постоянно мы модифицируем, улучшаем. Вот это самое лучшее средство на сегодняшний день с помощью медитации, чтобы это всё проработать в себе, внутри. Максимально это всё убрать из своей программы. Конечно же, видите, и по умеренности, и по рыцарю жезлов, и по башне. Конечно, башня, разрушение. Ваша жизнь, которая была до и потом начнётся, это совершенно будет другая жизнь. Рыцарь жезлов – это, конечно же, действие однозначно. Это просто настолько, ну как, эти планы просто с большой скоростью, вероятностью могут влиять на человека. То есть по умеренности, да, на умеренность. А умеренность – это как раз и есть стабильность, комфорт, баланс. Вы приобретаете путём обретения вот этих медитативных планов. У вас жизнь начинает меняться. И вы потом сами же себя будете не узнавать, почему вы раньше очень много каким-то мелочам придавали значение. А при этих планах у вас совершенно начинается другое мировоззрение, другая жизнь, другой поток, другие интересы. Понимаете, о чём я говорю? Да, медитативные планы работают и просто меняют людей. Не просто какие-либо медитативные планы, а которые именно направлены на проработку вот этих всех медитативных моментов. Да, чтобы люди понимали, да, кто случайно зайдёт на видео. Вот в этих планах ничего сложного нет. То есть любой человек их может выполнить. То есть они очень комфортны. Работа со своим сознанием, подсознанием и так далее. Следующий вопрос. Деньги приходят только для определённой цели? Смотрите, как можно сказать. Ну, конечно же, это... Деньги приходят на наши осуществления каких-то желаний, да, наши потребности. Вот видите, по шестёрочке кубков, да. Но чтобы они приходили, вот по троечке Пентакли, мы должны трудиться, понимаете. Прихождение вот этих вот денег, которые к нам, это требует колоссальнейшего труда. Это не просто посидел-подумал, но ничего не сделал, тебе деньги никто не даст. Ты должен много трудиться. И понимаете, что когда вы трудитесь, и если вы трудитесь с благими намерениями, то есть по троечке, да, можно сказать, что как раз вы меняете сами. Вот вы работаете, вы осуществляете. Если вы ничего не делаете, ну, соответственно, так и получается. Ещё один интересный закон денег. Отдавать больше, чем брать. И Вселенная создаёт баланс. Вы имеете в виду, чем больше вы отдаёте, тем больше получается. Ну да, когда мы много денег, или там больше денег отдаём, чем берём, и потом Вселенная, она выравнивает всё это дело. То есть деньги приходить начинают в нужном количестве. Ну здесь, видите, Паша Сёрка и Пентакли, она говорит, всё по на весах равнозначно. Как и отдаёте, так и получаете. Чем больше отдаёте, тем вы получите соответственно, понимаете. Здесь тоже гармония. Отдаёте, соответственно, получаете в ровных количествах. Но отдавать нужно не жалеть, понимаете. Если вот вы жалеете, когда отдаёте, вот тогда это уже совершенно, тогда вы уже приобретаете меньше. Есть такое, что когда люди отдают и жалеют. Вы не должны жалеть, понимаете. Вас должно быть баланс. Если вы отдали, если вот как бы вот, но если вы отдаёте просто безвозмездно, значит безвозмездно. Не ждать от этого ничего, понимаете, взамен. Вот так правильно будет сказано. Когда вы поймёте эту гармонию, тогда у вас и получаете, смотрите, ведь и король жезлок, и король утков. О чём они могут говорить? Честность. Честность быть самим собой, понимаете, вот по королю жезлов. Не ждать ничего взамен. Вот тогда только вы начинаете что-то и приобретать. Так же и по королю. Это как раз, чем больше вы отдалите, скорее всего, тем больше вам, может быть, понимаете, даже сколько не в деньгах придёт, а в духовном развитии, понимаете. Вот именно вот, как какие-то получите вы даже духовные знания. Вот так даже. Может быть, вам вселенного так вот отблагодарить, понимаете. Материальный мир – это материальный мир. Может быть, вы приобретёте, наоборот, здоровье даже больше. Вы отдаёте деньги, берёте здоровье, понимаете. Здесь у каждого разная также ситуация может проиграться. Да, кстати, это очень важная информация. Это вот пример, допустим, маленький. Вот человек пошёл к врачу, например, записался в частную клинику. И, ну, там врач там пришла, например, с грязными ногтями там, пыталась там кучу-кучу ненужных анализов назначить, на кучу денег там человека подсадила там, а половина – это ненужно просто. И человек видит, сумма там нереальная, он понимает, что он пришёл на консультацию, там, да, что-то там, чтобы ему помогло, а он понимает, что он куча денег, просто ненужных. Он пришёл домой, ему там, там, допустим, муж, врач говорит, слушай, а что это такое произошло-то? Тебе что, раздели на деньги? То есть, человек начинает жалеть. Вот в этой ситуации тоже жалеть не надо? То есть, человек понимает, что, ну, ненужного всего много там, подсадили. Ну, подсадили, конечно, но просто нужно понять это и действовать. Ну, уже не надо жалеть уже, всё, уже произошло. Вот не надо жалеть, понимаете, вот карта солнца говорит, не надо. И туда десятка кубков, понимаете. Вообще, с деньгами, даже когда вы отдаёте, вы должны как бы с лёгкостью, понимаете, отдавать. Даже вы пошли какое-то дорогое лекарство покупать, вы не должны причитать. Ой, какое дорогущее лекарство. Конечно, бывают лекарства разные, но жалеть не надо. Вы должны понимать, что если вы покупаете это лекарство, допустим, да, вы должны понимать, что оно вам поможет. А если вы покупаете, ой, вот такие деньги я дам, оно мне не поможет. Конечно, оно вам не поможет. Понимаете, Вот даже такая, может быть, трактовка будет, понимаете? Да, это очень важные моменты, потому что они постоянно в жизни встречаются, и у меня в жизни встречаются, и у других людей, и так далее. Особенно, когда у тебя там остается в кошельке, я не знаю, 30 тысяч рублей, ты должен сейчас отдать почти все деньги кому-то. Ты думаешь, елки-палки, придут ли завтра деньги или после завтра? Ну, к примеру, допустим, возникают всегда в голове какие-то мысли. Ты все равно понимаешь, что человеку тоже нужны деньги, долг отдать или заплатить за какую-то вещь, или перенести это дело. И ты как-то пытаешься. Нас же подсадили на этот капитализм весь, мы же считаем все деньги сейчас. Сюда хватит, сюда не хватит. Куда я могу потратить? А может, не надо, а может, потом. И ты начинаешь у себя в голове все варианты прокручивать. Иногда, да, часто получается, жалко деньги потратить на машину. Да, подождет, пускай гниет. Жалко деньги там, вот сейчас что-то в доме там купить надо. Ну, то есть, понимаешь, да, что может не хватить куда-то, да, и это нормально, мне кажется, с физиологической точки зрения. А как вот себя настраивать на это, вот как ты говоришь, да, что вот не жалей. Раз отдал, типа последние деньги придут они или не придут? Или в долг пойдешь спросить там друзей и родственников? Ну, вот смотрите, Роман, видите, по карте солнца можно сказать как. Это благоприятные перемены, понимаете. Вот вы отдали деньги, да, но не зацикливаться на этом, понимаете. То есть цикличность, вот она и начинает разрушать. Есть, которые прямо вот настолько начинают идеализировать вот эти деньги, понимаете, какие-то проблемы, прям туда прям вживаться в них, вот этого не нужно. Я про это именно имела, ну, имела, ну, как свои вот эти вот по раскладу. Потому что вот если именно идеализировать вот эти вот деньги, понимаете, вот и значение отдачи, жалость вот эту, понимаете, вот это именно не пускают, вот это не дают. А если вы отдали, например, допустим, ну что, ну что подделать? Ну отдала, ну вот так надо, ну тем тоже надо, понимаете. Вы отдали из, как бы вот, и не начинайте причитать. А если вот вы причитаете, то тогда, конечно, у вас блокируется. А если вы отдали, то Вселенная по карте Солнца видит, что вы отдали деньги, и он вам в два раза может больше дать, понимаете, как? Здорово. Потому что Солнце, она говорит, быстрые прогнозы на будущее, но также вот карта десятка, это карта удачи. Как вы отдаете, так вы и получаете. Вы отдали, пожалели, вы будете долго возвращать эти деньги. Понимаете, о чём я? Если вы отдали, это и не жалейте, я имею в виду о том, что не идеализируйте, да, что вот не перечитайте, то Вселенная видит это, и она вам отдаёт, понимаете? Это очень хорошая, например, ситуация, может быть, возникнет какая-то, или вам что-то подберут, какую-то там премию кому-то дадут, может быть, кому-то дополнительный заработок могут дать, может, просто откуда-то пойти деньги, ну вот даже вы, например, не ожидали, или кто-то долг вам отдаст. Это может быть разной ситуации. Отлично. Благодарим Марину, Вселенную, карты. Благодарим за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал YouTube, ставить лайки, писать свои мысли, комментарии. На Telegram-канал подписываться, там больше информации, статей больше разных. Ну и не забывайте, что сейчас постоянно конкурсы проводятся, если у человека, допустим, нет возможности, там консультацию платную заказать, пишите свои мысли, участвуйте в жизни канала, пишите много комментариев о развитии, о жизни, там развитии вместе с нами, и всегда есть шанс получить бесплатную консультацию, помощь. Вот это очень интересное предложение. Она бессрочная теперь у нас на канале. Успехов всем вам, развития, и увидимся в новых видео. До свидания.